Дай почитать. Разразился невероятный скандал при императорском дворе. А 17 марта Лермонтов выехал из Петербурга по новому назначению в Нижегородский драгонский полк на Кавказ. Кто же эти люди, стоящие у трона? Об этом и о многом другом в обширной новой книге историка Леонида Выскочкова «Будни и праздники императорского двора». Это просто энциклопедия роскошного и блистательного, живущего по строгим законам мира. Особое место в книге уделено чинам и званиям. Гофмаршал, камергер, камерфрелина, камерюнкер, камерпаж, стацдама. Разумеется, острые вопросы моды никак не обойти, ведь при дворе костюм – это элемент этикетной атрибутики, символ причастности к особой социальной общности. Как с иронией в своих дневниках отметила Тютчева, я поистине удивляюсь, что были люди, которые писали воспоминания о дворе – наряды, наряды и еще раз наряды. Дамскую моду диктовала Франция, мужскую – с конца XVIII века – Англия. Помните у Пушкина об Онегине «Как дэнди лондонский одет». Большое значение в начале XIX века играют аксессуары, в частности, перчатки. Женщины на балах и приемах надевали белые шелковые или лайковые перчатки. Мужчины, если они в форме – замшевые, в штатском – лайковые, официанты носили неценные перчатки. А первые упоминания о русских платьях относятся еще ко времени Екатерины II, но закреплены они были в указе Николая I 27 февраля 1834 года – описание дамских нарядов для приезда в торжественные дни к высочайшему двору. При этом наряд строго регламентировался – от покроя до шитья и цвета. Так платье гуф мистерины должно быть из бархата малинового цвета, у стацдамы – зеленого цвета с золотым шитьем, у камер фрейлины – пунцового, у наставниц великих княжон – синего с золотым шитьем. Любопытно, что вплоть до царствования Николая I русский язык был чужим в придворной жизни. Да, Екатерина II выучила русский язык, а Павел I в 1776 году в инструкции для будущей супруги Марии Федоровны, написанной на французском языке, особым шестым пунктом вменил ей в обязанность знания русского языка и других необходимых сведений о России. При дворе Александра I господствовал французский язык, как сам император в Телезите говорил на более правильном французском языке, чем корсиканец Наполеон. Есть анекдот о Ермолове, который на вопрос Александра I, какую бы явить ему милость, отвечал государь, «Пожалуйте меня в немцы». А в другой раз Ермолов, войдя в переднюю государя, где было множество офицеров разных чинов, громко спросил, говорит ли кто-нибудь из господ по-русски. Но только при Николае I русский язык стал обязательным, официальным языком при дворе, а также в делопроизводстве во всех государственных учреждениях. Будни и праздники императорского двора историка Леонида Выскочкова книга, безусловно, познавательная и полезная. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok